В Чебоксарах продолжают бороться с неформальной занятостью населения. Только за последние три года получен заметный результат. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на совещании в администрации Чебоксар. Межведомственные рабочие группы совместно с налоговыми инспекциями и прокуратурой в третьем квартале этого года провели 392 совместных рейда. Проверку прошли почти 2500 объектов в сфере торговли, строительства и оказания услуг. Кроме этого, проверили наемные квартиры и маршрутные перевозки. Всего с начала года охватили почти 9500 объектов. Заслуженные работодатели, выплативые низкую заработную плату, имеющие задолженность по налогам, имеющие признаки неформальной занятости, подрядчики и субподрядчики по муниципальным контрактам, а также должники по арендам платы за землю и муниципальное имущество. Результат работы налицо или, если быть точнее, в бюджете, отметил глава администрации города Чебоксары Алексей Латоков. Поступило дополнительно 44 миллиона рублей, из них бюджет города около 25 миллионов рублей. То есть эта работа не проходит бесследно, и все это должны понимать. Мы просили эту работу организовать и глав районов, и руководителей всех структурных подразделений. Полтора месяца назад также я обозначил об усилении этого направления. Общее выполнение неплохое, как уже отметил, рекордное. Уже три года мы этим занимаемся. 85% от плана мы не выполняли еще ни разу на это время. Рейды, которые уже успели показать свою эффективность, не прекратятся. Работа с нерадивыми работодателями будет продолжаться. На рабочей планерке отметили и призеров первенства Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 23 лет. В этом году за звание лучших соревновались более 500 спортсменов из 40 стран мира. В составе сборной команды России были и три наших спортсменки. Воспитанницы спортивной школы имени Валериана Соколова, мастера спорта международного класса Ирина Баймулкина, Яна Мухина и Александра Козлова. Им вручили благодарственные письма. Ольга Алексеева, Бахтервилиев, Республика.